Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы всегда на канале Семьяночка. С вами я, Славян. Мы в полном составе. Здесь вот идет Настенька, мальчишки. Мы находимся... Господи, я забыл. Намасхака. Намасхака. Это Новороссийск. Здесь остановились вот в этом вот комплексе. Обзор квартиры смотрите в предыдущем видеоролике. И сегодня я приглашаю вас здесь погулять, покушать, все посмотреть. Я сразу скажу, что мы здесь впервые. Вот. И вместе с вами. Ну да. И сегодня все будем смотреть и изучать. Ставьте лайки, пишите комментарии. И погнали с нами в новый день. Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэр. Лично у меня таких карты целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Наше сегодняшнее утро мы начинаем с нашего любимого завтрака. Готовим яичницу. С помидорчиками, с укропчиком, с зеленью. Все как мы любим. Заварили уже себе кофе во фронт-прессе. Сейчас закинем яичницу и пойдем на наш балкончик завтракать. У нас здесь такой прекраснейший вид на море, детская площадочка. А мы сейчас пойдем на площадку. Представляете, сегодня завтрак у нас с Настенькой в полной тишине. А все потому, что здесь двор закрытый и мы отпустили детей гулять. Сейчас мы должны выйти. Первый раз в жизни они идут одни. Заодно вкажу вид. Вон у нас сколько моря там виднеется. Вон пацаны. Вот так вот. Можно прям кушать на балконе и следить за детками. Ну красота. Пока мы работали, мальчишки гуляли, погуляли. Вон пришли все грязные ноги. Давай их не смывайтесь. Нашему Мирончику сегодня целых 10 месяцев. Да, сынулька? Ты такой уже взросленький. А фоточки сможете посмотреть в телеграм-канале у меня и у Настеньки. Ссылочка в описании. Эй, куда ты? Малыш. Как я понял, Масхака это такой большой частный сектор. Ну точнее, не то, что частный сектор. Здесь есть многоквартирные дома. Но он просто так похож на самом деле. Вот такие вот тоненькие улочки. Как будто бы ты находишься именно в таком секторе. Сейчас пройдем на центральную улицу. И будем двигаться к пляжу и к набер. Здесь такая маленькая набережная. Я так посмотрел по карте. В самом начале выпуска я хочу вам вот что рассказать. Если вы выбираете наш юг для путешествия в этом году, то я рекомендую вам наши авторские гайды. Смотрите. Первый гайд, он по большому Геленджику. Там куча локаций, рекомендаций, туры не тур, места, столовые, контакты. Короче, куча-куча всего. Следующий наш авторский гайд это по Крыму. Он подойдет как отдыхающим с палаткой, так и просто если вы снимаете где-то жилье. Там тоже огромное количество мест. И ценность этого гайда просто космическая. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Мы ее тоже пропутешествовали, изучили и готовы с вами поделиться. А следующий наш авторский гайд по Большому Сочи. Я бы даже сказал по Большущему Сочи. Мы разделили этот город на все районы. Лазаревский, Центральный, Красная Поляна, Адлер. Указали все маршруты, все геолокации, столовые. Там вообще куча всего. Эта книга состоит из двух частей. А следующий наш авторский гайд это по Абхазии. Вы также можете приобрести и пропутешествовать Абхазию с легкостью и с удовольствием. Как приобрести наши авторские гайды, есть ссылочка в описании под этим видеороликом. Скажу сразу, что цена гайдов 490 рублей всего лишь за каждый. Пишите, приобретайте, изучайте и путешествуйте. Здесь есть мемориал, установленный воином-малоземельцем недалеко от собора. Я думал, мы сейчас будем идти в толпе туристов. А в итоге нет. Единственные туристы, это мы. Сколько ягод и попадало. Как она называется? Черная как? Шелковица, да. Ух ты, смотрите, сколько много ее. Вот, берешь и собираешь. Надо кого-нибудь наверх отправить, да, Тема? Меня даже пугает немножко эта пустота. Машины, конечно, есть. Но пока ничего. Может быть, мы как-то не по центральной улице идем. Не пойму я. Море-то вот оно, прям вот за вот этими сейчас постройками. Надеюсь, сейчас получится пройти и посмотреть обстановочку на пляже. Видите, как все тучками затянуто. Погода никак не наладится. Но хотя бы нет дождей, это уже очень-очень хорошо. Ну, вот мы и попадаем. Повернули налево. И вот такая красота. Да, посмотрите, какой цвет у моря. Какие здесь открываются виды. Здесь парковка, я так понимаю, бесплатная. Туристические палатки. Пойдемте здесь. Сразу же нас встречают. И дальше вон сколько бело-голубеньких зонтиков стоит. Кочельки. Ну, красивенько. Сейчас подальше пройдем, посмотрим. Но мы шли не по центральной улице, я так понимаю. Просто по какой-то непонятной. Соборды, катамараны. Мусорочки раздельные, красота. Вот есть. Кафешечка, пляж без отходов. Школьная штука. Призыв к разделению мусора. Да, конечно, лучше все это дело соблюдать. Ну и вот, собственно, пляж. Wi-Fi вроде написано, здесь зона Wi-Fi. Сцена, типа такой навесик. Но он не функционирует. Видите, у нас все закрыто. Но под ним зато есть тенек. Бесплатный. Когда я говорил набережная, это я вот это вот имел в виду. Это вот набережная. Че дальше прошли. Здесь вот палаточка. Еду готовят. Шаурма. 300 рублей. Че там мощь-то? Она везде по 250. Здесь аж 300. Пляжик. Вон, горка даже установлена. Достаточно спокойно. Возможно, из-за погоды люди еще дома остались. Ну, береговая линия, в принципе, по сути-то и все. Вон там на скалу можно забраться. Там Новороссийск виднеется часть. Но сам Новороссийск находится в бухте. Цвет моря, конечно, вау. Аттракционы здесь тоже, соответственно, все есть. Вон батрушки катаются, бананчики. Но я вам показал ранее. Хотели мы покушать, значит, где-то здесь на набережной, возле пляжика с видом на море. Ничего не получилось. Набережная закончилась. А кафешек нет. Вышли мы на центральную улицу. И здесь вот просто, смотрите, вот Сбер. Магнит-косметик. Какая-то кондитерская. Еще магнит. Сауна даже есть. Аптека. И, по сути, все такой прям, знаете, прям поселок к поселкам. Либо даже, наверное, деревня. Чисто спокойный пляжный отдых. Но я думаю, что так. Если хотите движуться, то можно что-то до Новороссийска быстренько доехать. Точнее, Масхак, он прям переходит в центральную часть Новоросса. Либо до Геленджика. Здесь, оказывается, есть винодельня. При винодельне есть ресторан. Вот мы решили, в кольте, такой повод 10 месяцев сегодня нам пойти на винодельню. И грузинский-армянский ресторан. Вот. Покушать. Давно хотим поесть харчо. Ну и заодно расскажем, как это вкусно тут или нет. Вот, значит, здесь мыс Масхака. Что-то это, видимо, какой-то а-ля ресторанчик был. Вот она, винодельный ресторан, магазин. Вот она уже нам виднеется. Это бочка. Главная достопримечательность Масхака. Винодельный ресторан, магазин. Направо. Вот, собственно, все. Будем двигаться туда направо. Я уже вижу ресторан, виднеется там впереди. Ну, по крайней мере, выездка здесь часовня стоит. Можно там пойти вообще вдоль лавочек. Висит указатель, винодельный, фирменный магазин. И вот, смотрите, здесь какие красоты бочки. 1869 Масхаку. Вау. Ко мне Артек подбежал, говорит, папа, тут, говорит, из этих бочек пахнет вином. Вот. Ой, вот здесь вот не пахнет. А где пахнет? Пойдем, где пахнет. Вот в этих? Давай посмотрим. Да. Ну-ка, отходи. Ох, да, винцом, слушайте. Ух, как еще мощно-то. Да, прикольно. Главная бочка. Вообще, звучит, конечно, классно. Масхаку. Папа, я типа подарочки специально сделала? Каберне Масхаку, бочка номер 7. Год замера 1870, спирт 12,3. Такой водопадик. Так, здесь также есть экскурсии по дегустации. Тысяча рублей. Экскурсия с дегустацией 1500. Индивидуальная экскурсия 3. Индивидуальная экскурсия без дегустации 2. Вип-экскурсия целых 5000 рублей стоит. Да, до хрена, мы туда не пойдем и разворачиваемся. Не нужна нам такая экскурсия. Еще пару бочек я вам хочу показать. Красиво смотрится, да, Темка? Да. Ну, зайдем мы сюда, конечно. Зайдем, посмотрим. Пацанам. В ресторане есть шатер. Можно сесть вот в таком зале. Здесь кондиционер хотя бы работает по прохладе. Здесь? Выбрали мы, собственно, вот этот зал. Пацаны сразу на птичек напали. А еще есть очень классная фотозона. Смотрите, как красиво. Сейчас выберем по меню что-нибудь покушать. Но хотим прямо что-нибудь харчо, да, насел? Напал. Так, нам изначально принесли комплимент. Такие чипсики. Чай. Вот такая здесь замечательная подача харчо на досточке. В кастрюльке такой. Вот, и вот уже деткам несут. У них будет просто лапша. Настенька, ну что скажешь? Вкусный, да, блин. Вкусный? Это я точно попробовал. Настя уже вовсе наяривает. Так, и нам еще репешечка несется. Горячая таура. Вау. Спасибо. Ммм, какая красота. Да, 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 и все, и он будет сидеть. Мирончик, мы едим, а ты нет. Кому себе 10 месяцев, нам и тебе. Теперь отведу я. Лепешечка. Ммм, ну, Родька, на себя сейчас задержишь. Не острый, кстати. Он островатый, он не острый. И очень вкусный. Правильно, правильно. Самое главное, он с кемзой. Тяжелая артиллерия приехала. Хинкальки. Мирон. Сейчас покажу, как красиво в тарелках подают. Немножко 10 месяцев вылетит рождение. Так, смотрите, купольные такие. И там красота. А я не успела ее, я хотела сметку снимать. Они, конечно, безумно горячие. Сначала соус попробуй. Как сметана. Ммм, вкусный соус. Это целая сметана. Вам сметанку попросила. Смотрите, как их надо есть. Офигеть, какие классные. Да? Реально таких ни разу не ели с лавянкой. Мы и бабушку спорили, что она не пустила. Бабушке поздно. Ну а теперь моя очередь. Мы немножко соус. Соус намазали. Ммм. Родион, дай, дай, хватит. Очень вкусно. А маленький-то? Как тебе хинкали, сын? Вкусный? Вкусный? Вкусный, мой хороший. Родион, кушай, давай. Давай, давай, маманик. Нет, нет, нет. Не давишься? Много не кусай, пожалуйста. Я понимаю, что вкусно, но много не кусать. Ты еще не научился. Как можно. Смотри, какой-то там цель. Посмотрите, здесь есть детская, игровая. Здесь маленький бильярд. Вот наши здесь одни, как в принципе мы и в ресторане одни. Прекрасно, вот так вот. Вид, вид на море. Ну там тоже его много. Здорово. И заведение, конечно, клейненькое. И финальным наше здесь нахождение в ресторане вот такими шикарнейшими десертами. Огромные, конечно. Давай, давай задуем свечку. Вот, с мороженкой принесли. Давай, мы можем свечку поесть, это свечка. А у них есть свечка? А у них свечка? А у них, наверное, нету. Ну, мы... Спичка. Спичка есть? Сейчас Мирончик будет... Мирончик сейчас будет свечку задувать. Давай, Мирончик. Ну, как будто бы понорошки. Понорошки тоже. Спасибо, сутишься. Все ночи задувай. Типа свечку. У-у-у. Там же ничего нет. Первый пошел. М-м-м, ты попробуй меня, Игорь. Я вам пошел. Большие десерты. А теперь, да. А теперь попробуем медами. Это Наполеон. А, Наполеон. Домашний Наполеон. Вообще ли Наполеон, кстати, я не люблю. А я люблю. Ну, он вкусный. Потому что он правильно приготовленный. Ну, и традиционное. Сколько вышло по деньгам, да? Вот, смотрите. Ну, и сколько сейчас стоит. По-моему, нормально. Забыл вам показать. У них вот такая вот еще летняя верандочка есть. Ну, все. А мы отправляемся дальше. Сейчас позвонила хозяйка квартиры, где мы, собственно, снимаем. Я в прошлом выпуске показывал, что нам не хватило дивана. Там что-то, короче, накосячили жесткое предыдущее там. Кто снимал. Вот, я сказал, что сегодня привезут диван. Вот она, собственно, нам звонит, говорит, диван привезут. Вы дома, не дома. И вот, собственно, мы сейчас идем. Нужно открыть. Ну, как бы она тоже может открыть, но лучше, как говорится, присутствовать. Ну, вот, как и обещали, поставили нам новенький диванчик. Вот. Молодцы, ребята. Прям молодцы. А завершить этот прекраснейший день мы приехали на очень интересную локацию. Наверное, как вы уже поняли, это Абрау-Дюрсо. И здесь фонтаны. Мы здесь уже были, когда здесь их не было. Еще не начался сезон. Сейчас сезон. Фонтан уже работает. Мы его видели. Но я так помню, что вроде здесь какое-то музыкальное представление должно быть. Оно начинается в 9. и мы сейчас на спешим. Но пока там работает вроде один фонтан. Ну, сейчас посмотрим. Нужно очередь. Здесь воздух вообще потрясающий. Там все так светится. Замок светится. Да, парус вообще шикарный. Там такой интерьер вообще. И там прям вообще кайфанулы. Такие терняшки весят. Ну, так, понимаешь, стулья такие, ну, прям классно. Ну, так это нифига себе дорогое заведение. Парусная регата или как там она. Дошли до смотровой. И вот он уже фонтан. Пока ничего не играет. Там вон парусные яхты стоят. Все так подсвечивается. Вот мы хотим до шатра дойти. И оттуда уже смотреть. Можно, но я думал вниз все-таки сходить. Мы уже спустились. Мы все ближе и ближе подходим. Я Настике говорю, может быть, в какой-нибудь ресторан здесь зайдем. Поужинаем. Здесь так красиво тоже. И говорится, это, гулять-то гулять. Да, вечером своя атмосфера здесь, конечно. Я всегда говорю, что нужно обязательно посетить каждое место и днем, и ночью, и зимой, и летом, осенью, и весной. Потому что каждое место открывается по-своему. Ладно, будем двигаться дальше. Здесь, кстати, есть указатели, куда идти. Вода ушла. Под ушла, точнее. Но, к сожалению, вот так вот эту набережду не отреставрировали. Я, конечно, очень верил и надеялся, что здесь будет идеально перед началом сезона. Но, увы, есть хорошие новости. Вот тут вот, где вот эти колонны, вообще стояла вода. Там, в принципе, и сейчас стоит. Но я вижу, что люди там уже, по крайней мере, ходят. Когда мы были последний раз здесь, не так давно, между прочим, здесь все было затоплено. Вот чуть дальше этого корабля можно было только пройти, и все. Ну, какая красота там дальше. Все это подсвечивает, все эти палаточки, гирляндочки. Ой, как здорово здесь погулять. Все-таки вечером. Надеюсь, что фонтан сегодня не подведет. Будет функционировать. Мы, конечно, насладимся этой красотой. А пока погуляем здесь по набережной. Здесь такие есть домики для уточек. Я, кстати, их не замечал. Всегда приезжаешь повторно и что-то новенькое дооткрываешь. Вот, прикиньте, вот здесь вот, где сейчас я иду, была вода. А сейчас вода только вот тут вот. Под самой крышей получается. Вот сколько уток-то. Сколько уток. Вот, сейчас здесь можно пройтись, походить. И, в принципе, люди собираются. Я думаю, что шоу фонтанов быть. Да, людей, кстати, сегодня много. Но здорово это на самом деле. И все ждут. Однозначно. Однозначно фонтаном быть. Единственное, что я переживаю, нас Мирончик-то уснул, наш 10-месячный дружок. Как он будет? Как он отреагирует на громкую музыку? Вот здесь все было затоплено, представляете? Вот здесь сейчас мы идем. Была вода. Сюда вообще было не пройти. И вот там, кстати, надпись. Абрау-Дюрсо. Качельки. Оно красотище. Какая здесь красивая аллейка. Посмотрите, как она украшена. Ой, она очень красива. Да, мы здесь ходили днем. Я прям говорил, вот бы здесь побывать вечерочком. Класс. Да, очень атмосферно. Здесь есть такая инсталляция в виде сердца. В общем, если взяться за ручки, пройтись под ней, то будет счастье навсегда. Поэтому мы с тобой счастливы. Поэтому мы с тобой, да? Да, мы с тобой, да. Да, конечно, да. Вон один, да, второй, да, третий, да. Еще здесь есть паровозик и вот такой вот огромный-огромный компас. На паровозике можно взять экскурсию, попытаться по всему Абрау-Дюрсо. В какую красоту мы попадаем, вот которая показывала надалека. Вау. Мы на самом деле очень сильно расстроены. Я подошел здесь к продавщице, к одной спрашиваю, а что с фонтанами? Она говорит, не работает. Так и не запустили. Причем на сайте указана информация, что работают каждый день. Она сказала, вроде как в субботу только должны запустить. И то не факт, что-то у них там установки и так далее и так подобное. Какая жесть. Я вот дурею. Такой вот курорт, столько здесь бабок. Они даже элементарно не могут... Я не говорю, что сделать фонтан. Они не могут даже информацию актуальную вывесить на свой сайт. Зато как красиво светится завод Абрау-Дюрсо. Вау. Слушай, прикольно. Днем-то просто дырки на фасаде. А вечером... Ну, в общем, если вы приезжаете и фонтан... А, ну да, точно, это как пузырики. В общем, если вы приезжаете и не попали на фонтан, как мы, то, в принципе, можно просто понаслаждаться вот такими всякими красивыми подсветочками. Поэтому на такой грустненькой ноте будем завершать этот видеоролик. Ну, как-то так. Засранцы они, конечно, редкостные. Поймем домой, отдыхать. Ну, а увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до завтра. Пока. Ну, ладно. Хоть так. Сыночек, это в честь тебя. Хоть так. Хоть так. Спасибо. Продолжение следует...